Сегодня у нас очередной выпуск арбатских посидельцев, довольно-таки необычный. Так получилось, что впервые мы удаленно друг от друга пьем чай. Я в столице лагерей в Екатеринбурге, на Урале, а господа Орлов и Хейфиц в Москве. Итак, господа Орлов, господа Хейфиц, я вас внимательно слушаю. Вы готовы поприветствовать всех окружающих наших граждан? Из столицы будущих лагерей господин Хейфиц приветствует столицу лагерей бывших. Из столицы нашей Родины, просто с большим приветом. Во, с большим приветом Орлов мне больше нравится. Ну понятно, еще бы. Я вообще симпатичней. Мы сидим теперь, собственно говоря, удаленно друг от друга, но все так же пьем чай. А темой я предлагаю сегодня обсудить то, что, можно сказать, уже стало, как принято говорить, сети баяном. То есть то, что уже обсуждено давным-давно и даже было куча пародий. Это, так сказать, поэты и цари. Это пресловутая тема, как сперва один музыкант из Санкт-Петербурга сходил к одному царю, и они не договорились. И как другие музыканты, точнее, даже никак не знаю сказать, и другой царь набился к другим музыкантам в гости. Вот те там попили пиво, и тоже, собственно говоря, никто ничего не добился. Резонанс от встреч абсолютно разный. Мне бы хотелось узнать мнение по этому поводу той и другой встречи господ Хейфица, доктора Хейфица и господина Пейнчдауна Орлова по этому поводу. И по поводу первого, и по поводу второго, и вообще по поводу взаимоотношения творческой интеллигенции. Не только это будут у нас поэты, композиторы, певцы, а вообще творческой интеллигенции и власти. Насколько вообще корректно и хорошо вот такое взаимодействие, такое тесное, скажем так, как эти посиделки, еще что-то, дружба, сотрудничество и так далее. Кто начнет? Давайте для начала уточним, что мы понимаем под первой встречей. Это визит, встреча Путина с творческой интеллигенцией, это его встреча с Шевчуком, да? Да, 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 ну не встреча с Шевчуком, где Шевчук, скажем так, сказал некоторые слова, которые до сих пор продолжают цитировать. Понятно. А вторая, соответственно, это встреча президента. Да, Макаревича и компании других музыкантов с президентом Медведевым в Родинблюз-кафе. Понятно. Ну, так уж получилось, что вроде как начал я. И пока Хефиц не перебил, что, конечно, является чудом, я продолжу. Я не буду, не буду, клянусь, не буду. Вот я так и знал, что это случится. Все-таки, на самом деле, встреч это было несколько больше. Была встреча Бориса Гребенщикова со спикером парламента Грызловым, крайне странная. И не только это. Просто последние две, о которых мы говорим, они, в общем, более на слуху и более как-то вот действительно тиражированы, что ли. Я хочу вот что сказать. Думаю, что надо делить. Бывают встречи и встречи. Например, если президент, как в случае с Медведем это было, захотел увидеть конкретных музыкантов, да, прийти к ним в гости, то на месте музыкантов говорить нет, потому что ты президентом, и с тобой встречаться не будем, глупо. Нужно встречаться, но вести себя соответствующим образом. Каким? С достоинством. И больше ничего. Нужно просто понимать, что перед тобой во время этой встречи не президент, а человек, который хотел с тобой встретиться и поговорить, возможно, о музыке. Возможно, не только о музыке. Но никакого сверхпиетета быть не должно, иначе это превращается во что-то иное. Как правило, очень противное. И совсем другое дело, когда президент приглашает к себе кого-то. Вот тут большой вопрос, ходить или не ходить. Разумеется, каждый отвечает на него по-своему, и здесь не может быть, в принципе, никакого единого закона. Я считаю, что люди, которые не пошли по своим причинам, ну, такие как Быков, кто-то еще, повели себя достойно. Я считаю, что те люди, кто пошли, в частности Шевчук, повели себя крайне достойно. То есть, на мой взгляд, тут не может быть какого-то единого ответа. Надо ходить или не надо ходить. Смотря в каком формате встречаться, с кем, но главное, как себя вести. Юра? Можно, да? Отлично. Нужно. Значит, сейчас я постараюсь. Саша сказал замечательную фразу в самом начале. Он сказал, встреч было несколько. По крайней мере, она была не одна. Правильно я тебя понял, Саша? Да. Так вот, давайте начинать не со встречи. У меня есть предложение. Начать перечень этих встреч. Не со встречи Гребенщикова с Грызловым. А со встречи философа Диогена с Тираном Дианифием. Тиран Дианисий показывал философу Диогену свои замечательные мраморные палаты, свой потрясающий дворец. И, в частности, он показывал ему пол, который был выложен совершенно уникальной мозаикой. После того, как Тиран Дианисий показал философу Диогену свой пол, философ Диоген смачно плюнул Тирану Дианисию в лицо. Взбешенный Тиран схватился за кинжал. Диоген мягко положил свою руку на рукоятку кинжала Дианисия и сказал ему, прости, просто плюнуть больше было некуда. Вторая встреча, о которой я хочу вам напомнить, это встреча Александра Сергеевича Пушкина и Николая Первого. Как известно, во время этой встречи две упомянутых нами фигуры говорили о разном и о многом. Но давайте остановимся на одном вопросе, когда Николай Первый спрашивает у Александра, если бы ты оказался 14 декабря в Петербурге, где бы ты был? На что Александр, я имею в виду, конечно, Пушкина нашего Сергеевича, ответил, среди бунтовщиков государь. Вот две встречи, перечисленные мной, чрезвычайно меня привлекают. Почему? Они привлекают мое внимание потому, что Диоген и Пушкин были фигурами титанического масштаба. Ну да. Поэтому лично мне крайне интересно, как протекала встреча Диогена с Дионисием и Пушкина с Николаем Первым. Ни Андрей Макаревич, ни Юрий Шевчук не являются для меня фигурами титанического масштаба. И поэтому мне совершенно не интересно, кто из них куда к кому ходил и что там делал. Более того, я считаю, что исключительно информационный голод социальный может заставить общество долго говорить ни о чем. А для меня визит Шевчука к Путину и визит Макаревича или наоборот визит Дмитрия Медведева к Макаревичу – это ничто совершенно. Эти обе встречи никак не занимают моего внимания ни на одну минуту. Потому что Макаревич и Шевчук, будучи способными, безусловно, людьми, не являются для меня фигурами значимыми. Не только в таком масштабе, как Пушкин, но вообще значимыми. Мы просто способные ребята, каких в стране очень много. Почему именно мы оказались на переднем фронте музыки? Это приход судьбы и не более того. Юр, подожди секундочку. Но ведь это же неважно. Это же мы говорим в принципе о встречах представителей интеллигенции и представителей власти. Саш, вопрос стоит масштабно. Художник и царь. Правильно я понимаю? Да. Я хочу сказать вам, что масштаб поставленного вопроса не соответствует обсуждаемым персоналиям. У нас нет других художников сейчас. Вот. Поэтому я считаю, что вы меня простите, пожалуйста, но говорить-то не о чем, ребят. Мы тогда просто переформатим. Говорить есть о чем. Потому что так или иначе мы живем в том мире, в котором это и есть художники. Это и есть художники. Совершенно верно. Подожди, ну покажи мне того человека, властителем дум, которого является Макаревич или Шельчук. Навалом. Навалом. Ты очень заблуждается. Нет, минуточку. Подожди. Ты говоришь о тех, о ком Богдан Титамир сказал people have it, что ли? Нет, я говорю о тех, для кого они являются... Нет, совсем нет. Да, они являются для них именно тем, для кого их слова имеют значение, имеют вес. Ну это горе им, понимаешь? Горе им это беда. Вот я когда заканчивал психфак МГУ, покойный профессор Петухов на одной из лекций сказал нам, горе тому обществу, кумирами которого являются звезды шоу-бизнеса. Мне смешно. Юрий Шевчук захотел прийти к Владимиру Путину. Это личное дело Шевчука. Захотел и пошел. Дмитрий Медведев захотел попить пиво с Макаревичем. Но это личное дело их обоих. Какое это ко мне имеет отношение? Ну, я не знаю. Ведь нельзя в конце концов сводить это... Это все дело вкуса. Тебе не нравится ни один, ни другой. Ты не согласен с тем, что кто-то считает... Нет, это неправильно. Нет, подожди, подожди, подожди. Ты не считаешь их масштабными фигурами. Не считаю. Они оба пишут приятные песни. Гораздо более приятные, чем группа «Руки в попу». Хорошо. Хорошо. Возьмем шире. Бог с ними, с этими конкретными персоналями. Так. В принципе. Давайте говорить в принципе. В принципе, да. Нет, здесь нет никакого принципа. Дело в том, что... Если говорить в принципе, ни Шевчук, ни Макаревич не являются художниками. Точно так же, как ни Путин, ни Медведев не являются царями. Не в смысле положения, которое они занимают в обществе. Вы понимаете? А в смысле масштаба их личностей. Мы живем в том обществе, в котором именно эти критерии определяются людьми именно так. Андрей, нельзя опускаться до мышиных масштабов окружающей среды. Ну, нужно просто обернуться по сторонам. Я, например, не собираюсь. Я, когда оглядываюсь по сторонам, меня охватывает животный ужас. Юра, хорошо. Что в русле этой темы для тебя было бы поводом для обсуждения? В русле этой темы для меня было бы поводом для обсуждения тщательное рассмотрение протокола встречи Александра Сергеевича Пушкина и Николая Первого. Но у меня их нет с собой. А, нет с собой. Вот тут вот, если бы такой протокол у нас был, или вот, например, был бы полный протокол встречи Дионисия, скажем, и, значит, Диогена, вот тут наверняка было бы о чем говорить, потому что художник, человек, оказавший влияние на многовековое развитие мыслей после него, и царь, то есть действительно человек, оказавший влияние на, ну, скажем, много десятилетнее после него развитие греческой цивилизации. Они встретились и говорили. Вот это интересно. В данном случае, вы понимаете, можно опуститься до каких-то совершенно невероятных масштабов. Давайте себе представим на секунду, что завтра к власти придет некий временщик, Василий Петрович Пупкин, и с ним захочет встретиться солист группы «Руки в попу». Вопрос. Будем ли мы всерьез обсуждать течение этой встречи и результаты ее? Нет, не будем. Это смешно. Вы понимаете, о чем? Это же просто смешно. Мы должны развенчать, если это возможно, в глазах, ушах и умах общества так называемого, мы должны развенчать масштаб события, которому они присвоили такой высокий ранг. Люди должны понять, что никакой художник ни с каким царем не встречался. И говорить о том, должен ли был, с кем вы мастера культуры, этот вопрос применим к мастерам культуры. Он применим к людям типа Пастернака. Хорошо. Юра, Юра, послушай. Да. Послушай меня, послушай. Хорошо. Давай говорить, думая, что, имея в виду, что, не знаю, Хрущев пригласил к себе Пастернака. Должен Пастернак пойти? Не должен пойти? Вот об этом мы говорим. Отличный вопрос. Значит, к сожалению или к счастью, ответ на этот вопрос должен быть абсолютно отдан на откуп Пастернаку. Тогда опять получается, что не о чем. Нет, говорить есть о чем. Потому что разговор между Пастернаком и не Хрущевым, а Сталином, как вы помните, имел место быть. Правда, не при личной встрече, а по телефону. Да. В этом разговоре, может быть, вы помните, Пастернак сказал Хрущеву, надо встретиться, он сказал Сталину, надо встретиться, поговорить. О чем спросил Сталин? О многом, ответил Пастернак. О жизни, о смерти. Что сделал Сталин после этого? Ну, это известно. Он положил трубку. А как известно, разговор шел о судьбе Мандельштама. Да. Понимаете, да? Так вот, Пастернак ясно дал нам понять, что он бы на встречу со Сталиным пошел. Более того, Пастернак рассказал нам, какие темы он поднял бы в этом разговоре. Он говорил бы с тираном о жизни и смерти. Как ты относишься к этому поступку? Как к высшему проявлению героизма. Потому что в данном случае Пастернак поступил бы, как человек, стопроцентно осознающий свою миссию. Уверяю вас, он прекрасно представлял бы себе, что вышел бы из этого кабинета в совершенно иную дверь. Ну, или не вышел бы. Сталин был человек продактальен. Да, да, да. Понимаете? Вот, вот. Вот здесь мы, когда речь идет о художнике с большой буквы Х и о царе с большой буквы С, мы должны понимать, что только художник сам решает, идти ему к царю или не идти. То есть ты не можешь, в общем, сказать, что художник при любой возможности должен, обязан говорить с царем. Всегда это, в чем поговорим. Нет, я просто подчиняюсь очень простому правилу психогигиены. Я не требую от людей поступков, на которые я не способен сам. Ты знаешь, я хочу маленечко другой уклон дать нашей беседе и постепенно будет сворачиваться. Мы уже говорим аж 18 минут. Я хочу дать вот такой уклон беседе именно отношения людей, масса, то, что ты тут там обозвал информационным поводом к происходящей встрече. Меня вот в этом случае даже волновало не столько ходить, не ходить, это как бы тоже вопрос на самом деле, а вопрос именно ситуации. Юрий Шевчук был на этой встрече, ну да пошел, зачем пошел, это не важно, важно, что там сказал некие фразы, и после этого до сих пор продолжает цитироваться, что вот как героически было сказано. Как я считаю, результатов от этой фразы все равно никаких не было, то, что это было сказано. Реальных результатов, кроме положения вот цитирования и знаменитой фразы Юра Музыкант. Вот, погоди, погоди, сейчас тебе будет слово. Вот, второе, это была вот эта посиделка в пивбаре с Макаревичем и так далее, где была обратная резонанс, и до сих пор продолжают полоскать, какой плохой Макаревич, какой плохой Кортнев, какие песни они поют, и в итоге что они делают. Меня вот больше волнует именно ситуация именно людей к обсуждению всего этого. Вот это самый информационный повод. Для меня, вот ты вот правильно, очень долго по этому поводу раздалялся, для меня этого информационного повода нет. Захотели, пошли, не захотели, не пошли. Для меня они всего лишь музыканты, лабухи. Совершенно верно. Да, то есть, соответственно, это дело музыкантов, и, соответственно, не надо, вот те, что там так иначе упоминалось, я с этим полностью согласен, я писал у себя в блоге об этом, что на самом деле равняться на музыкантов, наверное, глупо. Они не политики, они не должны нести там какое-то разумное, доброе, вечное, еще что-то такое. Они не могли писать хорошие или плохие стихи, хорошие или плохие песни, но они всего лишь музыканты, лабухи, и все, не более того. Вот примерно такой уклон. Ну, все правильно, просто я хочу тебя поправить, если возразить тебе. Давай, давай. Встреча Шевчука не дала никаких результатов. Она дала огромные результаты. Дело в том, что Шевчук хотел пойти и сказать, и он шел и сказал. Вот и результат. Ну, вот только такой. А какой еще человек захотел пойти на встречу с премьер-министром и высказать ему несколько своих мыслей? Пошел, высказал. В этом я с тобой согласен. Да, вот он добился результата сказать того, что он хотел. Я имею в виду о результате именно по теме. Нет, понимаешь, если под результатом иметь в виду некую реакцию со стороны господина Путина на слова Шевчука, то это какая-то непроходимая глупость. Потому что нужно понимать, кто такой господин Путин. И тогда все станет ясно. Никаких результатов и быть не могло. Значит, секундочку. Секундочку. Значит, я считаю, раз уж мы заговорили очень конкретно о конкретных двух людях, я считаю, от того, что Шевчук сказал и пошел, это возымело колоссальный эффект. Правильно. Колоссальный эффект. Для кого, Саша? Который для всех, кто способен слышать, способен слышать, и видеть, и осязать. Ничего подобного. Да, не сказать его. Во-первых, это все не так просто. Сделать то, что сделал Шевчук. Это первое. Второе. Это услышали люди, это транслировалось, что Путин попал в дурацкое положение, что Путин выставил себя так, как он себя выставил, отвечая. Это все не фунт изюма, как говорится. Это все серьезные вещи. Не хочется говорить банальности, но немножечко воды, немножечко камня точек. Это мужественный, хороший, качественный поступок. И говорить о том, что он не возымел никакого действия, нельзя. Вы чего ждали? Какого действия? Чем-то через секунду все изменится? Это смешно. Я хочу возразить тебе, так сказать, двумя, так сказать, аргументами. Значит, аргумент первый. Юрий Юлианович Шевчук прекрасно представлял себе, в какое время он живет и какими последствиями для него может грозить визит к Путину. Ответ простой. Никакими. И не надо вот сейчас, понимаешь, вот на этом тезисе сейчас стоит очень много заблуждений. Ах, какое нужно мужество судье Данилкину, чтобы не вынести приговор господину Ходорковскому. Никакого мужества не надо, потому что жизни судьи Данилкина ничто не угрожает. Ни его жизни, ни жизни его родных. Мы живем, слава богу, не в 37-м году. И прекрасно все это знают. Ну, жизни, может быть, нет. Теперь нет. А чему еще, извини? Если хочешь знать, уже целый ряд сайтов обещает судье Данилкину материальное обеспечение ему и его семье, если его уволят с работы после этого. Так что и в материальном смысле ему тоже ничего не грозит. Теперь второе. Господи, я тут забыл. Какой-то второй аргумент сказал о том, что возымело огромное действие. Ну... Что нужно какое-то мужество. Вот я забыл. Короче говоря, я считаю, что для... О, пропал. Шевчук просто реализовал свое желание. В данных конкретных условиях никакого мужества не требовалось. Абсолютно. Поэтому этот тезис я просто... Ну, убираю. Он мне просто... Даже неприятен, ты знаешь. Ну, не 37-й год, прости. Никто никого не вешает, не режет и не отправляет в лагеря. Вот тут можно маленькую ремарочку. Секундочку буквально. Мне вот как раз нравится именно то, что ты сказала правильно. Про смелость, про результат и так далее. Потому что никто никого не режет. Всем позволяет все обсуждать. А я вот всегда говорю такую вещь. Насколько люди, которые вот так смело обвиняют Лима Калевича, хвалят Лима Калевича, насколько они готовы физически его поддержать. Выйти на площадь, скажем так, с теми людьми, которые выходят. Я всегда цитирую Галича в этом случае. Можешь ли выйти на площадь? Хочешь выйти на площадь в тот назначенный час? То есть не болтать по интернету, не болтать там где-нибудь у тебя на кухне, а вот реально заняться чем-то. Ведь вряд ли более 5% реально поменяет слова на реальные действия. Ты совершенно прав. В интернете поднимается буря возмущения по одной простой причине. Люди совершенно спокойно осознают полную свою безнаказанность. Я никого не обвиняю. Ради бога. Пускай люди в интернете, я и сам такой. У меня у самого в интернете можно найти массу возмущенных постов. Но я при этом прекрасно знаю, что мне в дверь не постучатся люди в синих фуражках и не скажут «Гражданин Хейфиц» на выход с вещами. А ты мне интересен просто. А вот если бы я это знал, вот если бы я это знал, лично я, безусловно, прикусил бы язык. Я не герой. Господин Орлов замолчал. Ну, я внимательно слушаю. Теперь второе. Вот еще. Про реакцию там сразу, не сразу все изменится. Саша, мой папа, когда я был маленький, качал меня на коленях, смотрел на меня и говорил, «Сынок, какое замечательное время ты будешь жить». Мы страдали, мы воевали, мы голодали. Все это ради того, сынок, чтобы ты жил при коммунизме. А моему папе, его папа, качая его на коленях, на чистокровном иврите тоже говорил что-то такое. «Сынок, сейчас у нас погромы, нас бьют, но я уверяю, что Господь нас защитит, и ты-то, сынок, уже будешь жить без погромов». А моему деду, его папа, тоже качая его на коленях, что-то такое говорил. Я считаю, что самое отвратительное, что мы можем сделать в своей жизни, это терпеть ради счастья своих детей. Не будет никакого счастья никаких детей, если мы будем терпеть. Другое дело, что усилия масс протестные направлены, на мой взгляд, совершенно не в ту сторону. Протест каждого из нас должен быть направлен в самого себя. В самого себя. Сделать что-то каждый человек может только самим собою. Чехов, понимаешь, он рекомендовал не из соседа вытравливать раба по капле, а из самого себя. И, кстати, опять же, реальный хороший пример, который не устаю приводить постоянно в всевозможных публикациях и так далее, это Галич. Человек, который мог иметь определенное мужество, потерять все, потерять положение, деньги, родину и так далее, чтобы сказать то, что он хотел сказать. Понимаешь, не просто вякнуть, а конкретно сказать. Еще замечу, Андрей, в ремарках, говорить что-то, не состоя на тайном парке в Комитете Государственной Безопасности, как это делали некоторые товарищи, фамилии которых я называть не стану, да, а совершенно четко знаешь, что ты один против стены. И Галич таки потерял все, включая жизнь. Да. Поэтому еще раз говорю, что можешь ли ты выйти на площадь и хочешь ли ты выйти на площадь в тот назначенный час. Только в этом случае. А в том случае лучше не болтать попусту, не сотрясать воздух и не обвинять Макаревича, обычного музыканта. Ни в чем не надо его обвинять. Он прекрасно сказал, я не понимаю, почему от меня требуют героизма. Я не хочу быть никаким героем и вождем. Что-то такое он сказал. Совершенно правильно сказал, молодец, замечательно. Человек пишет песенки, приятные песенки, которые иногда кому-то приятно слушать. Слава Богу, захотел к этому человеку на чашку коньяка прийти президент Российской Федерации. И пришел. И что об этом такого? Это повод для разговора? Смешно. Ты знаешь, насчет этого дела мне как раз нравится фраза, в одном из интервью он упомянул, что когда у него закончились посиделки, президент ему сказал, ну что, достанется вам завтра от окружающих? И Макаревич, говорит, тогда я и подумал, что страна, в которой кто-то должен отчитываться за свою встречу с президентом, глубоко больна. А я скажу, какая это страна. Это страна, народ, который почитает своими кумирами не психологов и не философов и не ученых, а звезд шоу-бизнеса. Да, разная степень шоу-бизнеса, Стив. Да, вот и все. Поэтому, как говорят индейцы, хау, я все сказал. У меня тоже хау, господин Орлов. Ну, а что мне остается? Нет, может, у тебя тоже какой-то спич. Тут очень много, мы говорили, ты говорил, очень мало, может, у тебя еще сказать, мы-то вон как-то кричались. Нет, ну, понимаете, Юра говорит о масштабах, которые, ну, это чистая теория. Я говорю о реальной, конкретной жизни. Вот какая она есть, о том я и говорю. Сашенька, не теория. Вот если бы к президенту или к Путину на разговор пришел Даниил Гранин, например, я просто на вскидку беру первую фамилию, которая попалась мне, их, кстати, осталось очень мало, да, вот если бы Даниил Гранин, к примеру, захотел бы поговорить с Путиным или с Медведевым, я крайне внимательно читал бы стенограмму этой беседы. Юр, значит, дело не в этом. Значит, дело в том, что лично я, например, лично я к Шевчаку отношусь довольно серьезно. Поэтому меня эта встреча, именно эта встреча некоторым образом задевает. Это же вопрос вкуса, Саш, ну ты серьезно, ради бога, я нет. Ну это же вопрос вкуса, тут спорить бессмысленно. Ну так правильно, о том и речь. Я предлагал перейти к более общим, да, каким-то тезисам. Да, так мы перешли к ним, мы же говорили на достаточно общо, как мне кажется. Мне кажется, мы уже пошли по кругу в определенном смысле. Вы знаете, вы знаете, я просто тут вспомнил одну цитатку, вот, опять же, про Диогена, о которой мы упоминали. Я не помню, с кем он встречался, из великих царей тоже, кто-то приехал к нему, увидев, что он живет в очень неуютном месте, и сказал, Македонский, македонский. Я думаю, давайте на этом поставим точку, выпьем зеленого чая, кофе. Калка, что только онлайн. Да. Ну, как можно, так и выпьем. Скоро уже буду в Москве. Давай, приезжай, дорогой. Спасибо, ребята, было здорово. Счастливо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok